МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Элистинский аэропорт приостановил работу. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты, пояснил вице-премьер республики в ходе прямого эфира. В поселке Аршан идет строительство объектов водоснабжения. Работы завершат в конце июля этого года. Их неповторимые харизма и талант давно заслужили любовь в публике. Артисты, окончившие Щепкинское училище, отмечают десятилетие со дня выпуска. Глава Калмыкии Батухастиков возглавил региональный штаб, созданный в целях поэтапного решения вопроса обеспечения газом домовладений в рамках реализации федеральной программы догазификации. С помощью этой программы граждане могут провести голубое топливо до границ своего участка и уменьшить траты на соответствующее оборудование. Батухастиков отметил, что в рамках проекта уже газифицированы 147 объектов. Необходимо охватить еще 957. К 2023 году газ придет во все домовладения газифицированных населенных пунктах Калмыкии, заверил руководитель региона. Также он напомнил, что к 2025 году в республике планируется достичь стопроцентного уровня сетевой газификации. Нужно построить 294 километра межпоселковых и 46 километров внутрипоселковых газопроводов. В этом поможет республиканская целевая программа. Глава Калмыкии провел совещание с членами кабинета министров и руководителями районных муниципальных образований. Обсудили запланированные рабочие вопросы, касающиеся реализации национальных проектов. Также Патухасиков поручил Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона подробно информировать жителей о принимаемых мерах по обеспечению возврата стоимости билетов и альтернативных способах транспортного сообщения. Росавиация временно закрыла аэропорты в некоторых городах, в том числе в Элисте. Связано это с ситуацией в ДНР и ЛНР. Действие России на Украине – это самозащита от долгих, циничных и последовательно создаваемых нам угроз, от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне подчеркнул Патухасиков. Кроме того, он добавил, что Россия – единственная надежда миллионов ни в чем не виноватых людей, жизнь которых превратил в кошмар режим, пришедший к власти с помощью государственного переворота. Поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной операции. Мы за справедливость и мир, и для этого нужно быть готовыми показывать силу, отметил руководитель региона Патухасиков. Вице-премьер Калмыкии Наран Кюкеев провел прямой эфир в социальных сетях, основной темой которого стала приостановка работы аэропорта и листы. Такие меры приняла Росавиация в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Зампредправительство отметил, что в целом вопрос с пассажирскими авиаперевозками на юге России находится на особом контроле руководства страны. Всем пассажирам, которые приобрели билет из 24 февраля по 2 марта, будет возмещена их полная стоимость, в том числе и невозвратных. Кюкеев сообщил, что возврат средств можно оформить на сайте авиакомпании, в контакт-центре или же по телефону. С 8.30 до 17 часов работает телефон для справок, номер которого вы видите на ваших экранах. Также действует горячая линия Минстроя Республики 4.0095. На сегодняшний день продолжают функционировать воздушные гавани Волгограда, Минеральных вод, Астрахани и Ставрополя. Вчера прошло совещание, я пригласил представителей как аэропорта Элисты, так и автобусной компании, которые осуществляют доставку пассажиров, провели беседу по графику, по расписанию, по контролю за стоимостью и так далее. У нас из Элисты в Волгоград уходят 3 регулярных рейса на Москву и 2 регулярных ежедневных рейса до аэропорта Волгограда. В аэропорт Астрахани ежедневно ходит один автобус. То есть это то, что касается ежедневного сообщения. В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях, призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешней политической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной, отмечает пресс-служба ведомства. В поселке Аршан продолжается строительство объектов водоснабжения. Ход работ проверили вице-премьер Республики Наран-Кюкеев и заместитель министра ЖКХ энергетики Ирни Натыров, первый заместитель главы администрации Элисты Константин Шурунгов. Напомню, подводящий водовод к поселку от резервуара чистой воды в Южном районе Элисты протяженностью более 2 километров был построен еще в 2018 году в рамках государственной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг развития инфраструктуры ЖКХ Калмыкии». В прошлом году проложили трубопровод протяженностью 6 километров. В настоящее время готовы еще 5 километров. Смонтированы 27 колодцев. Завершить строительство планируется в конце июля. Исполняющий обязанности главы администрации Элисты Шафран Тепшинов провел рабочее совещание по вопросам благоустройства столицы. В частности, руководитель муниципалитета поручил подготовить необходимую документацию для создания спорткомплекса на территории стадиона «Буревестник». Также на совещании было объявлено о завершении работ по реконструкции обновленного спортивного комплекса на территории Элистинской школы номер 4, объект который был благоустроен в рамках инвестиционного проекта коммерческих компаний. Благоустройство для города – это инвестиция в качество жизни, потому что комфортная городская среда оказывает влияние на многие сферы, в том числе на экономическую активность. За последние два года в Элисте появилось немало удобных и востребованных общественных пространств. И запрос жителей столицы к теме благоустройства остается высоким, продолжим системно работать, чтобы реализовать его, отметил Шафран Тепшинов. Сейчас к эпидемиологической ситуации в регионе. 174 новых случая инфицирования COVID-19 зарегистрировано за сутки в Калмыкии. С выздоровлением выписан 341 человек, 310 госпитализированы в инфекционные больницы. В тяжелом состоянии 14 пациентов, из них 8 на ИВЛ, трое скончались. Налоговые органы Калмыкии временно приостанавливают прием налогоплательщиков. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в операционных залах территориальных налоговых органов приостановлен прием граждан за исключением услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС Калмыкии. Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе будет вестись исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции. Для оперативного решения возможных вопросов рекомендуется на документах указывать номера контактных телефонов. Для обеспечения дистанционного взаимодействия можно использовать электронные сервисы ФНС России. Не подлежат представлению через боксы следующие документы – заявления о государственной регистрации юридических и физических лиц, а также заявления физлица о постановке на учет в налоговом органе. В рамках профориентационной программы 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 116 школьников из Гордовиковского и Шалдинского районов посетили конкурсные площадки чемпионата. Ребята познакомились с профессиональными компетенциями WorldSkills и посмотрели соревнования. Помимо работы на площадках, учащиеся посетили мастер-класс по сварочным технологиям, побывали в кабинете виртуальной реальности. В эти дни артисты, окончившие высшее театральное училище имени Щепкина, отмечают десятилетие со дня выпуска и приглашают зрителей на свой праздничный вечер. На протяжении всех лет талантливые актеры показывали зрителю свой профессионализм, проявляли актерские способности в разных постановках, а некоторые даже получили заслуженные звания. Первое выступление выпускников состоялось в 2011 году, когда щепкинцы представили на сцене Калмыцкого театра спектакль «Кьюджинские перепалки». Уже тогда актеры запомнились зрителю всего по одной роли. Ровно через год распоряжением правительства Калмыкии создается Национальный драматический театр имени Басангова, и студийцы, в числе которых Баин Бавальдинов, Очертакаев, Айс Шалбуров, Берчар Гадыков, Мирген Сангаджигаряев, Джангар Ванькаев, Алексей Сарангов и другие, становятся крепкой основой труппы вновь созданного театра. В настоящее время в учреждении трудится 10 выпускников Щепки, среди них и Баэрта Санжива. Мы приехали, 16-летние ребята, после 11 класса, в Большую Москву, с наших маленьких городов Калмыкии, они нас встретили с очень теплотой, они нам очень помогали, очень помогали освоиться, где-то психологически разговаривали с нами, чтобы мы там привыкли. Тяжела была для нас в первую очередь эта учеба. У нас были занятия с 9 утра до 9 вечера, и вот в этот отрезок времени у нас были и движенческие, и вот философия, материальная культура, зарубежный театр, и такие предметы были. Конечно, педагогам хочется сказать огромное спасибо, это такая школа. Ачир Эрнеев не из театральной семьи, но актером стал совершенно случайно. В родном селе он всегда был в центре внимания, умел играть на гитаре и петь. О пробах в училище узнал от Ачира Такаева. Тогда два друга успешно прошли вступительные испытания и начали вместе постигать актерское мастерство. В первый год было трудно, приходилось много учить и читать, вспоминает Эрнеев. Ты приходишь в театр, когда после выпуска, ты приходишь максималистом, ты считаешь, что ты всё можешь, ты всё умеешь, ты прекрасно говоришь, ты великолепно выглядишь. И когда ты попадаешь на сцену, а театр это дело практическое, как ни крути, ты попадаешь на сцену, и ты понимаешь, что ты ничего не умеешь. Абсолютно. И здесь наше старшее поколение максимально нам помогало. Наши народные заслуженные артисты, они как бы окружили нас этой заботой, что связано с родным языком, что связано просто с какими-то банальными фишками на сцене, потому что только в практике всё познаётся. И сейчас я могу с полной уверенностью сказать о том, что благодаря им, 90% нашего успеха, благодаря им действительно. Театр — это искусство, умение подать себя на сцене и донести до зрителя свой персонаж. Дело не из лёгких, признаётся выпускница Щепкинского училища, Ганн Манджейва. Эта работа вся остаётся за кулисами. Она очень большая, объёмная, самые сложные моменты, конечно. А зритель видит самый сок. Конечно, я не вижу свою жизнь без театра. Да, бывают моменты, когда очень сложная даётся какая-то роль, идёт роль на сопротивление. Ты не можешь... Тебе кажется, что ты не подходишь для... Это не твоё амплуа. Но когда преодолеешь и возьмёшь какую-то высоту, вот эту новую, то это уже становится такой вызов себе. Я это сделала, я могу ещё больше. И двигаешься дальше. На счёту молодых актёров десятки сыгранных ролей. Они успели завоевать признание публики. Зрители приходят на спектакли для того, чтобы увидеть своего любимого артиста, говорит режиссёр Сергей Бурлаченко. Роли даются с потом, иногда и с кровью, иногда и с поломанными ногами и руками. Всякое бывает. Не без этого. Но основной костяк, конечно, замечательных актёров работает в нашем театре. Прошло 10 лет, и даже не верится, что так быстро промелькнули эти годы. За это время один из выпускников уже стал заслуженным артистом. Совершенно неожиданно для нас, потому что ректор театрального института, он просто... И все педагоги института, они просто влюблены в калмыцкую студию. И они сказали, ребята, мы с удовольствием примем еще на учебу ваших студентов. Поэтому пополнение нас ждет и ждет очень основательно. Но все-таки 10 лет щепкинцам пройдено много и очень много ими сыграно. Театр гордится своим коллективом. Многие мастера жанра продолжают свою деятельность в культурной жизни республики. Другие же применяют накопленный опыт, реализуя свой талант и за пределами. Например, Алексей Сарангов, получив второе высшее образование, возглавил художественное руководство Калмыцкого республиканского театра «Кукол Джангар». Юлия Муджикова занялась преподавательской деятельностью. Абаим Бавальдинов – актер Московского театра Содружества актеров Таганки. В его багаже более двух десятков ролей в спектаклях и кино. Геляна Багаева, Светлана Аджиева, Анатолий Коженбаев информационная программа «День республики». Накануне 70-летний юбилей отметил поэт-публицист, почетный гражданин Киченеровского района Василий Сухатаев. Василия Гумбовича уважают и знают как творческого человека, автора гимнов района и Киченеровской гимназии. Он любящий муж, отец и дедушка. Для именинника библиотекарей подготовили концертную программу. В этот день его поздравляли друзья Сергей Горяев и Сергей Минкеев, заместитель главы РМО Иван Бадмаев, депутат РМО Клара Домничева, депутат СМО Татьяна Мацакова и другие официальные лица. Свои видеопоздравления передали дети, внуки, заместитель министра культуры республики Лариса Литуева, деятели искусства. Клара Домничева вручила Василию Гумбовичу медаль за заслуги перед Киченеровским районом. Иван Бадмаев передал почетную грамоту правительства Калмыкии. В Айрат-арене завершается первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике. Более 70 спортсменок из 12 регионов Юга России приняли участие в соревнованиях, по итогам которых будет сформирована сборная для участия в чемпионате России. Пройдет он в Москве с 4 по 9 марта. По итогам выступлений калмыцкие гимнастки заняли третье место в групповых упражнениях. Также у нас бронза в общекомандном зачете. В выпуске новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точке растелекома и на официальном аккаунте в инстаграм reacallam.ru На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова